Тень Гамлета Тень Гамлета Галлопирующая шизофрения, которая, ну да, тень Гамлета на сцене. Итак, российский бизнесмен. Я хочу, друзья, вам напомнить коротко о том, что на Ютьюбе открылась возможность, раздел спонсорства появился, где я заложила две программы. Одна будет образовательная, учебная и магическая, а вторая будут секретные рассказы. Рассказы, которые содержат в себе некие секреты, которые не стоит выдавать всему миру. Поэтому я вас прошу welcome на канал спонсорства. Те, кто понимает, что знание – это сила. Российский бизнесмен Евгений Пригожин отказался предоставить американскому суду запрашиваемые документы. Соответствующее предписание было направлено в рамках дела о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Да, они скоро входят в новые выборы, поэтому они сейчас трясутся о том, как бы это не повторилось. Поэтому жив Пригожин или нет, их не интересует. Их интересует сам факт того, что это произошло. И руководил операцией, как они предполагают, Евгений Пригожин. А так как Россия не дала официального подтверждения о том, что он находился на борту того самого сбитого самолета, и о том, что он погиб, и о том, что его тело ЧВКшники привезли в Россию, вроде бы такие были сведения, но об этом Россия молчит. Поэтому раз официально смерть не подтверждена, значит, американцы будут давать запросы на его имя. Евгений Пригожин, которого СМИ называет поваром Путина, в своем заявлении подчеркивает, что его компания «Конкорд» уже выполнила запросы в прокуратуру, предоставив все документы, которые были у нее на хранении. Ряд других затребованных документов найти невозможно, ввиду их отсутствия, говорится в ответе предпринимателя. Цитаты приводит агентство ТАСС. Пригожин поясняет, письма в электронной почте в компании уничтожаются после трех месяцев, а учет звонков и сообщений с мобильных телефонов не ведется. Она также потребовала предоставить сведения о связях компании с агентством. Интернет-исследований, которые обвиняются в вмешательстве в американские выборы и политические процессы в США. Прокуратура полагает, что так называемую «фабрику троллей» финансировал Пригожин и подконтрольные ему структуры, включая «Конкорды». В своем заявлении бизнесмен пишет, что поручил бухгалтеру проверить, есть ли записи о платежах в пользу агентства. Ничего подобного не было обнаружено. И за отказ предоставить документы Пригожину грозит штраф. А само разбирательство по делу «Конкорды» должно начаться в апреле. Но интересно другое, что Пригожину, которого Соединенные Штаты ввели в санкционные списки, принадлежит компания «Конкорд» менеджмент и консалтинг, в отношении которой начнется в апреле же разбирательство по обвинениям, связанным со вмешательством Москвы в американские выборы. Но ни один из 13 обвиняемых по этому делу не был арестован. А компанию «Конкорд» будет представлять группа американских юристов. Пригожин представил свои письменные показания на четырех страницах в среду 4 марта. В них он подчеркнул, что компания «Конкорд» полностью выполнила требования окружного судьи Дебни Фридрих о предоставлении суду всей информации, имеющейся в отношении этого дела. Фридрих, не поверившая в то, что компания передала суду все документы, которые у нее запрашивали, сказала, что представители «Конкорда» обязаны явиться в суд в понедельник. Этого не произошло. И Фридрих сообщила, что она готова принять формальные письменные показания. То есть изначально она хотела, чтобы они явились в суд, но в суд никто не явился. И кто-то же ей подсказал, дернул, наверное, так за ее мантию судейскую, сказал, «Ни-ни, не трогай этих ребят, не заставляй их приезжать, потому что приезжать-то будет некому». Поэтому она решила принять письменные показания от них. И также Пригожин, он инкогнито, знаете, человек в маске. Сегодня это Пригожин пишет, «Я могу заверить суд, что «Конкорд» сделал все возможное, чтобы принять участие в этом деле и имеет твердое намерение принять участие в судебном разбирательстве через наших адвокатов, что разрешено американским законом. То есть никто не явится в суд. Будут только американские адвокаты. Итак, где же Евгений Пригожин? Но, как вы видите, друзья, фабрика троллей перестала работать. Вы это почувствовали, нет? Вы это почувствовали на просторах интернета? Я это сильно почувствовала, что фабрика троллей перестала работать как таковая. Ее уже нет. Боты есть, конечно. Где-то кто-то создает небольшие такие коммунки из ботов. Но на самом деле, друзья, той фабрики троллей нет. Она распалась. А Пригожин также подчеркнул в своем письменном заявлении о том, что контроль над компанией «Конкорд» он приобрел только в 2017 году. Но это очень удивительно. Мы так думаем, что это вообще его компания изначально была. Но, однако же, он так написал. Значит, он может предоставить какие-то документы на этот счет. То есть уже после выборов США. Вот в чем здесь и был гвоздь программы. «Конкорд», даже если и будет доказано, что он участвовал в выборах США в 2016 году, то сам Пригожин приобрел контрольный пакет в «Конкорде» только в 2017 году, после выборов. Вот как можно уметь извиваться и уходить от ответственности. И далее он пишет, что возглавил по настоящему компанию в 2018 году, в феврале. Пригожин указал, что 40 сотрудников «Конкорда» работают главным образом в кейтеринговом бизнесе. Добавил, что за последние пару лет размеры этой компании сократились из-за условий на рынке и американских санкций. Да, друзья, компания сократилась. Нет, Пригожина, компания сокращается. А дальше Пригожин пожаловался, что компания подверглась хакерским атакам со стороны США. Введение учетной документации «Конкорда» осуществляется с учетом того факта, что «Конкорд» стал жертвой нескольких кибератак и имеет все причины ожидать новых кибератак со стороны правительства США или третьих сторон. Но вот как сообщило издание «Политика», что в среду, 4 марта, федеральная прокуратура заявила, что у нее есть некий свидетель, чье имя не называется, который может дать показания относительно бесед с участием Пригожина, касавшихся вмешательства в выборы 2016 года. А уж не та ли это наша мышка-нарушка, девушка, которая сидела в Таиланде в тюрьме, потом за ней сам Бастрыкин вылетал в Таиланд, привез ее в Россию, и она стала шелковой. Но после этого, как мы знаем, она вроде бы улетела в Соединенные Штаты Америки. Уж не о ней ли идет речь? Ведь она как раз говорила о выборах, о том, что Сечин замешан в выборах, также Дерипаска замешан в выборах. Они отдавали какие-то приказы, и она слышала какие-то разговоры. Возможно, она будет свидетельствовать и по Пригожину. Вот будет цирк. Запасайтесь попкорном, друзья. Мы будем наблюдать. А что еще остается делать простому зрителю? Только наблюдать. Я Таня Карацуба, Сиит Бурхан. Итак, тень из прошлого явилась в виде письменных показаний Пригожина в суд Соединенных Штатов Америки.